приветствую всех на нашем канале сегодня разговор у нас пойдет о торфяных таблетках торфяные таблетки это просто уникальная вещь для садовода и огородника особенно когда мы выращиваем растения которые имеют очень дорогие семена и семена как правило их мало особенно на вес золота то есть вот в помощь таблетки это будет конечно вам просто незаменимы какие же бывают таблетки таблетки бывают различных размеров от величины до 2 с половиной до 7 см как правило вот такие маленькие таблетки используются для мелких сортов семян которые очень мелкие трудно посадить и вот как раз для этих вот изобретены вот такие мелкие таблетки крупные таблетки размером которые 77 сантиметров и менее мы используем обычный для перцев или томатов для пикировки или для выращивания тех культур, которые не очень любят пересадку. Состав таблеток могут состоять, все зависит от производителя, или из одного верхового торфа, или из смеси различных торфов. Обязательно в состав травяных таблеток входят вещества, которые являются стимуляторами роста, антистрессовые препараты, и обязательно входят фунгициды, которые дезинфицируют, и, конечно же, стимуляторы роста. Тем самым, посадив семена в торфяную таблетку, мы можем быть уверены, что ваша рассада никогда не заболеет черной ножкой. А если вы укореняете черненки, то приживаемость их очень высока, и они тоже не загнивают. Таблетки упакованы вот в такой вот материал наподобие сеточки. Он хорошо пропускает воздух, и благодаря чему корневая система растений развивается очень хорошо. Кислотность почвы в торфяных таблетках нейтральная, что подходит почти для всех выращиваний всех видов культурных растений и укоренения черенков. Они не имеют срок годности и могут храниться до 7 лет, и при условии, если они у вас, конечно, не прошли водяную обработку, то есть не выросли в таких размерах, как у меня, то есть находятся в сухом виде. Ограничений в использовании торфяных таблеток не существует. С помощью торфяных таблеток мы можем легко группировать ваши посадки. Иногда бывает такая ситуация, когда мы посадили, например, вот обычным способом рассаду, ну, в приблизительно вот такие емкости, и видим, что с одной стороны у вас часть растений хорошо уже взошла, и им бы пора уже открывать тепличку, а с другой стороны растения еще бы понежились в тепличных условиях. Так вот, с помощью торфяных таблеток это очень легко регулирует. То есть мы перемещаем какие-то уже из теплицы торфяные таблетки, которые имеют хорошие всхожие, и какую-то часть, которые еще не показались сходу, оставляем именно вот, именно в тепличку. Конечно, если вы выращиваете большое количество рассады в промышленных масштабах, то применение торфяных таблеток для вас, конечно, это очень невыгодно, так как единственный, наверное, минус в торфяных таблетках – это высокая цена. И, ну, я бы тоже, наверное, отнесла бы это к минусам. Дело в том, что очень внимательно нужно смотреть за состояние влажности грунта в торфяных таблетках, так как я сказала, что растение находится вот в такой сеточке, хорошо дышит, грунт легко воздухопроницаемый, и земляной ком в таблетках пересыхает достаточно быстро. Вот это, наверное, ну, если можно его в кавычках отнести к минусам, это вот, наверное, такой вот небольшой минус. Поэтому следить за влажностью земляного ком в торфяных таблетках нужно очень внимательно. Как же пользоваться этими таблетками? На самом деле ничего сложного в этом нет. Выбираем таблетки для конкретного вида семян. То есть, если у вас семена мелкие, и вы будете выращивать тунию, лобелию или другие мелкие семена, то, конечно, лучше выбрать вот такие небольшие таблеточки. И перед этим мы определяем, где верх, где низ у таблетки. То есть, верх у нас отмечен вот таким углублением. Это как раз размечено здесь производителем под семечко. Далее таблетки мы помещаем. Вы можете взять любую емкость. Можете взять специализированные отсеки, которые уже здесь распределены вот таким местом под таблетки. То есть, вы вставляете туда таблеточки, и они у вас там находятся. Предварительно сделано, конечно, дренажное отверстие в самой емкости. Можете пойти вообще другим путем. Вы можете взять какую-то большую плошку или упаковку из-под торта прозрачную. Разместив вот так таблетки туда, заливаете их водой буквально на несколько минут. И ваши таблетки превращаются вот в такие торфяные столбики. Как я сказала уже, что нужно определить верх и низ. В углубление мы вставляем семечко и присыпаем сверху грунток. Вы можете использовать какой-то еще дополнительный грунт, если хотите. Конечно, можно торфяной субстракт посыпать. Но в надобности, на самом деле, в этом никакой не существует. То есть, грунт здесь достаточный для того, чтобы ваше растение чувствовало себя хорошо. Поэтому поместили семечко, немного закрыли грунт, полили и все. Обязательно нужно смотреть, если таблетки ваши пересохли, то, конечно, нужно полив осуществлять как снизу, так и сверху. То есть, обязательно таблетка должна полностью пропитываться водой. Основное преимущество торфяных таблеток, что растения мы в них не пикируем, а больше используем именно метод перевалки. Обязательно очень внимательно следите за состоянием, когда у вас растет, уже станет взрослый, следите за состоянием торфяных таблеток. Не ставьте их слишком близко друг к другу. Бывают такие часто случаи, когда молодой садовод-огородник, не знаю, поставит близко-близко друг к другу, а растение уже взрослое, сквозь сеточку. Обычно это бывает в нижних отделах таблетки, то есть где-то вот на этом уровне, начинает сквозь сетку прорастать корешки. И если растение у вас находит слишком близко, они просто прорастают друг в друга и переплетают корешки. В результате вы будете просто их разрывать, тем самым травмировать корневую систему. Поэтому важное условие, не ставим близко друг к другу торфяные таблетки. Когда вы увидели, что у вас на нижней части торфяной таблетки появились корешки, то есть это сигнал о том, что ваше растение нуждается в пересадке в более большой емкость. Но могу сказать о том, что оставлять вот эту упаковочную сетку нежелательно. Иногда бывали такие случаи, когда растение просто не в состоянии, то есть сама упаковка была более плотная, и растение не в состоянии было пробить сквозь вот этот упаковочный материал. Поэтому я вам рекомендую ее, если очень плотно, надрезать. Если она у вас вот так же, как у меня, легко рвется, то лучше, конечно, ее надорвать и пересадить растение в более большую емкость по размеру. Ну, это вот, наверное, такие основные моменты по использованию торфяных таблеток. Я вам рассказала сегодня. Могу сказать о том, что выращивание рассады в торфяных таблетках – это очень удобный способ. И рассада получается крепкая, здоровая и шикарная просто. Поэтому я призываю вас к тому, что используйте торфяные таблетки. Если у вас нет возможности приобрести эти торфяные таблетки, посмотрите, у нас есть неплохой ролик о том, как сделать своими руками эти торфяные таблетки. Ссылку в комментариях я после ролика вам дам. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. И всего вам хорошего. Пока!